Сегодня мы завершаем обзор ячейки, в которой мы с вами обитаем. В предыдущих роликах мы с вами установили следующие факты. Мировое правительство намеренно скрывает от нас правду. Мы живем в одной из 178 ячеек, находящейся на двухмерной плоскости. У нас есть три способа выбраться из этой ячейки. Три портала, которые ведут в другие земли. Итак, это портал Дятлова. Это пролив Баррингтона-Морриса. И это ледяные врата Антарктиды. Помимо нашей земли, о которой в курсе мы с вами, в нашей ячейке находятся Асгард, движущиеся земли Тота, земли Анаков, Республика Создателей и многое другое. Сегодня мы заглянем за Горное кольцо. Заглянем за второе и последнее, заключительное кольцо нашей ячейки, которое ведет к более массивным континентам. Единственный проход через это Горное кольцо лежит через мост Аида. Напоминаю, что Аид – это бог мертвых. Может ли этот мост являться переходом из мира живых в мир мертвых? И все континенты, что мы увидим с вами сейчас, это загробный мир. Давайте разбираться. Итак, поднимаемся наверх. Сразу же мы видим континент Амен. Далее у нас идет Земля Смерти. Выглядит очень жутковато и непонятно, кто или что может здесь находиться. А сейчас внимание! Перед нами Лемурия и Атлантида. Эта информация действительно сводит с ума. Легендарные континенты никуда не пропадали. Просто они находятся за двумя периметрами в нашей ячейке. Получается, что Луна действительно является небесной картой нашей планеты. Очень интересно. Плывем дальше. Итак, острова русалок и остров мертвых. Интересно, действительно ли здесь могут жить русалки? Получается, что мореплаватели не выдумали этих существ. Однако в древности они даже не понимали, что оказывались в других океанах и морях. На совершенно других землях, ввиду очень скудных познаний географии. Также я хочу подчеркнуть, что остров мертвых, который мы сейчас видим, это уже второе название, в котором непосредственно фигурирует смерть. Быть может, это действительно земли, принадлежащие покинувшим свою плоть людей. Далее наш путь лежит через океан Пассианса. Хм, вот такое вот интересное название. Проплыв через него, мы попадаем на забытые острова. Кем или чем они были забыты? Что там может находиться? Я рискну предположить, что там могут находиться души людей, которые, возможно, не обрели свой покой или были попросту забыты. Океан Посейдона. Этот океан объединяет сеть островов Аргос, Атос и Талос. И мы вновь с вами возвращаемся к мосту Аида. Ну что же, вот такая у нас огромная, просто гигантская ячейка, имеющая целых два периметра. Эта информация просто сводит с ума подготовленного, даже не знаю, что нас может ждать дальше. А дальше нам предстоит исследовать каждую ячейку. Таких осталось еще ни много ни мало, 177 штук. Делитесь ссылкой на канал с друзьями и ожидайте новый материал. Спасибо за ваши реакции и репосты. Спасибо за просмотр. Услышимся совсем скоро.